Все известные требования карагандинских шахтеров это усилить безопасность на производстве, повысить заработные платы, решить социальные и бытовые проблемы сотрудников Кормета. В первую очередь жилищные вопросы. В целом казахстанцы стали меньше покупать жилье. Так в ноябре в нашей стране заключили почти 32 тысячи сделок купли-продажи жилья. Это на 3% меньше, чем в октябре. В нашей стране сложилась нестандартная ситуация, когда у населения есть спрос, но квартиры не покупаются. У населения есть потребность в жилье, но нет доходов, которые могли бы способствовать приобретению квартиры. Это касается всех категорий жилья, и элитного, и бизнес-класса, и эконом. По данным Бюро национальной статистики, активность рынка недвижимости снизилась в 14 из 20 регионов Казахстана. Максимальное падение спроса в Атараусской области минус 18% сделок по недвижимости. Следом в антирейтинге идет Шимкент, падение почти на 16% и Туркестанская область, где сделки с недвижимостью просели почти на 15%. Что будет с ценами на квартиры и рынком жилья в 2024 году? И как отразится на ценах и продажах запуск ипотечной программы 9.20.25? Об этом моя коллега Алия Букенова. Новая ипотечная программа 9.20.25 будет запущена только весной следующего года, но уже стала самой обсуждаемой. Название жилищного займа наводит на мысль, что программа будет аналогичной версии 7.20.25. Впрочем, между ними есть некие отличия. В новой программе ставка вознаграждения на 2% выше, чем у льготной ипотеки. Первоначальный взнос остается таким же, как и максимальный срок кредита. Разница в том, что в новой ипотеке будут возрастные ограничения. Программы смогут воспользоваться граждане возрастом до 35 лет. Плюс они смогут выбрать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Такого выбора у 7.20.25 не было. Но и это еще не все отличия. В программе 7.20.25 на момент подачи заявки должно было быть отсутствие жилья. То есть вчера можно было продать, а послезавтра пойти участвовать в программе. В нашей программе, так же как и в программе молодых ученых, более жесткие условия. В течение последних 5 лет обязательно должно быть отсутствие жилья. Мы будем это проведя через государственные базы данных. К примеру, условия об отсутствии жилья семью Гульнары Молдахметовой ни капли не пугают. Супруги с 3-ми детьми на протяжении 12 лет живут с родителями. Накопительное собственное жилье с нынешними ценами не получается. Новость о запуске новой ипотечной программы взбодрила семейную пару. Правда, большим «но» стал возрастной ценз. Я обрадовалась этой программе, потому что там первоначальный взнос 20%. Другие ипотечные программы не подходят. Там первоначальный взнос от 30% до 50%. Такой суммы нет. Но по возрасту я не подхожу. Нам супругам больше 35 лет. Почему ввели такие возрастные ограничения? Очень жаль. Так хочу свою квартиру. По предварительным данным, ежегодно на финансирование программы будет выделяться 150 миллиардов тенге. При этом для ее реализации не будут использоваться бюджетные средства. Прогнозируется, что она позволит обеспечить жильем до 8 тысяч семей в год. Впрочем, депутат Мажелиса Даулет Мукаев считает, что подобная льготная ипотека станет недоступной каждому. Жилье должно быть доступным, чтобы каждый казахстанец имел возможность приобрести его. А мы что делаем? Устанавливаем ограничения по возрасту, полусоциальному статусу. Эксперты же отмечают, что льготная ипотечная программа не решит, а наоборот усугубит социальные напряжения в стране. Сначала она приведет к увеличению спроса, а затем и к повышению стоимости на недвижимость. По прогнозам аналитиков, цены в следующем году вырастут в среднем на 15%. Любые дешевые деньги приводят к всплеску на рынке. Они в первую очередь стимулируют как информационно, так и физически в виде денег рост спроса. А рост спроса всегда паровозиком тянет за собой рост стоимости квадратного метра. Поэтому любые дешевые деньги приводят лишь к одному – к изменению конъюнктуры рынка, к росту цены и в целом определенному ажиотажу и возможности спекулирования. За последние три года недвижимость выросла на 100%. Благодаря раздаче пенсионных денег и льготным программам, для всех которые. Это повышает стоимость, это разогревает рынок, это поддерживает неестественный спрос. Спрос должен быть естественным. Ты накопил – купил. Не можешь накопить – купить, покупаешь ипотеку, рыночную ипотеку. Впрочем, эксперты сомневаются и насчет выгодных, на первый взгляд, условий программы 9-20-25, которая, по крайней мере, должна упростить жизнь казахстанцев и помочь приобрести жилье. Любой риск кредитования или ипотечного кредитования – это всегда обязательство, исполнение своевременных обязательств. Помимо этого, если мы посчитаем повышение стоимости под 9% на 20 лет, то вы, по факту, за 20 лет покупаете две квартиры по стоимости, а фактически у вас она всего одна. В целом, весь 2023 год выдался непростым для участников рынка недвижимости. Эксперты называют его периодом стагнации. Поистине, годом изобилия для риэлторов стал 2021-й, когда предложение не поспевало за спросом. Благодаря программе по досрочному снятию пенсионных накоплений, более 300 тысяч казахстанцев решили жилищный вопрос. Однако в 2022-м строительный бум резко пошел на спад. Этот год эксперты называют годом покупателя, поскольку условия на рынке диктует именно он. По статистике, у нас где-то 70% ипотечные, кто за ипотеку приобретает жилье, да, вот те люди. И сейчас они очень сильно упали, потому что таких интересных программ и в первичном рынке, и в вторичном рынке нет. Поэтому у людей, когда спрос падает, и цена падает. И поэтому просто рынок приходит в себя. И цена сейчас нормализуется. Впрочем, затишье на рынке недвижимости никак не повлияло на темпы строительства. По данным профильного ведомства, в этом году было введено 15 миллионов квадратных метров, что на 16% больше аналогичного показателя в прошлом году. В следующем же году планируется ввод в эксплуатацию 15,5 миллионов квадратных метров. Алия Букенова, Алибек Алиев, Нуржан Мурадбекулы. Жетекун.